Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Вам предоставляю слово рассказать нашим телезрителям, которые, возможно, только сегодня впервые присоединились к нам, о чем наша программа. Да, спасибо. Ну, мы регулярно это делаем. Попробую коротко. Мы говорим о вопросах, которые волнуют людей. Мы называем их, не без оснований, вопросами психологическими, потому что они так или иначе связаны с психической деятельностью в норме или в патологии, в каких-то нарушениях, может быть, отклонениях. То есть мы так жестко не делим здесь, не выстраивая передачу как такую медицинскую, в которой есть понятие о норме патологии. Мы, в общем, из этих границ с Еленой выходим, пытаясь рассмотреть различные какие-то проявления. Ну и каждый раз мы напоминаем о себе и вам, может быть, о том, что эта передача изначально в себе содержит такой диалогичный компонент. Без него невозможно функционирование психики, без него невозможно развитие человека. И, в общем, человек как таковой без взаимодействия, без общения с другим человеком тоже невозможен. Ну, я какие-то такие общие вещи говорю. И мы ждем ваших сообщений, звонков, вопросов, может быть, каких-то, может быть, даже не относящихся, на ваш взгляд, к психологии. В общем, ждем их с уверенностью, что какой-то психологический момент, касающийся мировоззрения, может быть, касающийся вашего понимания, там будет обнаружен. Ведь мы, опять же, повторюсь, регулярно возвращаемся к этой идее, что важны, может быть, не сами события, пусть даже какие-то травмирующие, происходящие в жизни человека, а то, как человек их воспринимает. Событие, может быть, очень такое выраженное, очень, может быть, тревожищее для кого-то и катастрофичное, но кто-то может вполне оставаться, сохраняя равновесие, баланс и так далее. То есть мы... А для кого-то, может быть, казалось бы, незначительные события, но что-то в них цепляет, и они возвращаются и возвращаются в памяти. В общем, так, да, и когда мы друг с другом общаемся, вот эти незначительные события, вызвавшие у кого-то, может быть, даже глубокие переживания, они вызывают вопрос у собеседников, да, чего ты так переживаешь по поводу там, ну, чего-то, да. Вот. И в надежде друг друга понять, мы эти поводы пытаемся выяснить, как человек это понимает, что он чувствует, как он сообщает о своих чувствах другим людям в надежде быть услышанным или неуслышанным. Еще одна черта вот современного положения дел, раз уж так зашел разговор, ну, в общем, пока. Она в том, что желание быть... Тот парадокс есть определенный. Мы так, будучи людьми 21 века, информированы о правильности взаимодействия, о том, как нам бы стоило выслушивать друг друга и так далее. Или, наоборот, не выслушивать. Некоторые психологи советуют не слушать, разворачиваться и уходить. Ну, не знаю. Я думаю, что это не больше, чем такой способ не прерывать взаимодействие, а его продолжить и, ну, может быть, сделать еще более сцепленным таким, еще более непонятным таким, в котором еще больше хочется разобраться. Но если кто-то с кем-то не пообщался и ушел, сразу развернувшись, конечно, к этому масса вопросов. Так вот, парадокс в том, что мы как будто все знаем, но каждый раз, когда в кабинет приходят люди, они так или иначе говорят о том, что они хотели бы быть услышанными. Причем, в основном, не в том, что они сами произносят, а в том, что где-то там за их текстом, ну, как сказать, о бессмысленности, о пустоте, о которой мы говорили, о боли, о тревоге, о страхе, может быть, каком-то, да, о беспомощности. Не всегда получается это сказать прямыми словами, тем более, когда в жизни человека более-менее все хорошо, ну, во внешних событиях. И вот, подводя черту своему ответу на ваш вопрос, Елен, я хочу сказать, что большинство людей как раз приходят в ситуации, где в их жизни, ну, каких-то катастроф, до недавнего, по крайней мере, времени не происходило. То есть, и попытка организовать с ними разговоры, что происходит в вашей жизни, обычно начинается с того, да, в моей жизни все нормально, ну, там, семья, да, работа, еще что-то. Ну, это как будто такой ответ, там особо нечего искать, я уже поискал, там ничего особенного не происходит, да, и я поэтому не знаю, что со мной творится. Ну, вот как-то так. То есть, передача, где мы каждый раз петляем с Еленой, с вами, иногда приходя к тем выводам, о которых мы уже до этого знали, и, казалось бы, зачем мы петляли, когда можно их сразу озвучить. Но мне кажется, что человеческий опыт тем и жив, что ты его постоянно осмысливаешь, то есть придаешь ему смысл в буквальном, в буквальной степени, да, или мы доходим до каких-то мыслей, может быть, они и вашим мыслям созвучны. Присоединяйтесь, звоните нам, мы попробуем поговорить, ответить, может быть, на какие-то вопросы. – Алексей, частенько мы приходим с какой-то своей темой в нашу программу и здесь обсуждаем, и ждем присоединяться к нам телезрителей или… – Регулярно мы так делаем, да. – Да, но у нас есть еще такая рубрика, я хочу сегодня к ней вернуться, когда я вас спрашиваю, а что сейчас происходит у вас в кабинете, с какими вопросами люди приходят, не знаю, сейчас май месяц, может быть, ЕГЭ, может быть, не знаю, на что еще люди жалуются, если можно так выразиться. – Ну, это интересная рубрика в том плане, что смотришь в эту рубрику, в эти приходы, как в зеркало, да, то есть приходят люди со своими какими-то вопросами и насущными проблемами, и ты смотришь в них и думаешь… – У нас звонок, Алексей. – Да, отлично. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Меня зовут Елена, я звоню вам на первый раз. Ну, кажется, я напомнюсь перед тем, как выводить тот вопрос или эту тему, о которой я хотела бы поговорить. Сегодня в начале вашей передачи услышала продолжение про отношения, и про то, что сложно высказать что-то в своем требуще, в той ситуации, когда все внешне сильно благополучно. – Хотела бы продолжить, наверное, с такой темой, что даже когда происходят какие-то радостные события, ну, то есть в моей жизни, например, это новые отношения, в них точно так же есть очень много моментов, которые… там, которые еще сложнее, которые мне еще сложнее высказать и оформить слова, чтобы понять, где это старая привычка рискать подвох, и что же в этом голову может быть, и где-то реальные моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы дальше было лучше. Ну, как-то так. – Елена, я слушал вас и задумался, и вот сейчас, думаю, почти прослушал ваш вопрос, и думаю, почему я его прослушал. Я, наверное, пытался сфокусироваться на тех переживаниях, которые, ну, в общем, наверное, услышать вас в плане переживаний. Какие переживания есть в этих новых отношениях, чем вы наполнены, кроме размышлений, которые вы озвучили? Можно ли об этом сказать? – Ушел звонок у нас. – А, у нас? – Да. Придется поработать с тем, что мы услышали, с таким небольшим объемом информации. – Спасибо, Елена, за звонок, что вы регулярно к нам приходите, присоединяетесь, задаете вопрос. Ну, Елена, вот это та самая ситуация, где, ну, она достаточно, как это сказать, и необычная, и, может быть, регулярно повторяющаяся одновременно. То есть я услышал Елену буквально, не знаю, с чем это пока связано, вот, может быть, отвечаю вам сейчас, сориентируюсь. Я услышал Елену лакунарно, да, ну, частично, какими-то кусочками. Я услышал про новые отношения, я услышал задумчиво, ну, о вопросе, чтобы что-то повторилось. – Звонок Алексея у нас. – Да, ага. – Да. – Да, здравствуйте, это, знаете, я, у меня такой звонок, и вот сейчас часть трансляции я послушала, что время мы через интернет, поэтому по заданию, но часть вопроса я услышала вашего. – Ага. – И вы спросили, что это просто чем наполненное? – Да, какие переживания идут вместе? – Вместе с вашими размышлениями, которые вы нам озвучили, если можно о них сказать? – Ну, одно вообще глобальное переживание – это то, что, ух ты, как здорово, и такое, ну, в смысле, очень много энтузиазма и радости, параллельно с этим, ну, наверное, довольно много моментов сомнений, сомнений фоновых, причем из-за сомнений чаще возникают в тот момент, когда они в одной арке, то есть когда у человека нет рядом, когда мы не разобрали, как бы не в взаимодействии, а вот когда я укажу какие-то твои другие места для вас. – Спасибо, Елена. И еще один вопрос, если можно. Вы то, о чем сейчас нам сказали, вы это обсуждаете в какой-то мере, в каком-то варианте с человеком? Ну, свои сомнения, свою радость, он что-то в ответ говорит. – Вот в этом как раз применяю ссори, что мне самой поистине, ну, как бы я пыталась пости на этот разговор, но на самом деле пока не осмелилась напрямую про это сказать, а, соответственно, у моего любимого человека, у него, ну, немного другое какое-то к этому даже не подходит, поэтому он про это сам, ну, в смысле, с своей стороны он такого не говорит. Поэтому, да, разговора не было. Как бы я его так созреваю на честь, но пока не начало. – Елена, а вы его, обещал последний, но еще тогда один, вы его в этих вопросах как понимаете, вот в тех вопросах, которыми сами озадачены и озабочены, как вы понимаете, для него есть эти вопросы, ваши или похожие его, нет этих, как, что тут можно сказать? – Интересный вопрос. Мне кажется, что у него какие-то другие. Ну, для меня это еще связано с тем, что, как бы, через этот раз, по моим ощущениям, Настасьева была, с моей стороны, и я, что называется, сделала первый шаг, и сам признала человека в своих чувствах, и поэтому, ну, как будто бы это я не знаю, что я знаю, что я знаю. И мне кажется, что, с другой стороны, другие эти переживания или нет, или другие вопросы? – Другие, в смысле, категорические другие. Ну, например, вы думаете о том, как, я фантазирую, вы думаете о том, как сложится, ну, например, текущая какая-то встреча, свидание, а он, например, как вам кажется, думает о том, в том ли месте он припарковал машину и не заберет ли ее эвакуатор? Ну, то есть, вот, в этом… Или тут одного поля вопроса? – Нет, более одного поля, то есть, то есть, что-то про отношения и не про рекатор. – Ну, тем не менее, мне кажется, что они из разных парусов. – Ну, может быть, я попробую. – Я не сильно молодая девочка, поэтому ее, соответственно, у меня, наверное, человек тоже возраст, и у нас как бы опыт, не как бы, опыт предыдущих отношений к длинной жизни, которые выкладывают определенные отпечатки на соборах, и этот опыт карьеральный. – Лен, я на этом завершу. Если хотите, ну, в смысле, завершу свои вопросы, и, если хотите… Лена, у вас вопрос какой-то, да? – Да, я хотела уточнить. Вы, когда был первый звонок, сказали, что, ну, как я услышала, вы сомневаетесь, есть подвох в каких-то там ситуациях или в его поведении, или в ваших отношениях, или нет этого подвоха. Вот, наверное, в продолжение вопроса Алексея, как вы думаете, ваш мужчина, он думает такими понятиями и категориями, как подвох в отношениях? – Ну, что подвох был условно для обозначения, потому что это не очень серьезное на эти две опасения, оно скорее про то, что явная проблема, это все еще никак не формулируется, поэтому, поэтому сказать, что, с другой стороны, думаю, про подвох, скорее нет. Скорее ожидания того, что может что-то отец вам отбить и будет распределивно больно, это, наверное, есть с другим сторонам. Я ответила? – Ну, да, как услышали, так ответили. – Спасибо, Елена, вам за звонок, попробуем что-то по этому поводу ответить. И я вот о чем начал говорить. Это тоже часть работы, часть кухни. Я периодически открываю, я знаю, что мои коллеги тоже похожие кухни пользуются. Это, ну, какие-то образы, какие-то переживания, вот сразу появившиеся в момент вопроса. То есть это, скорее, не интеллектуальная деятельность, не попытка сразу взять то, что, например, спросила Елена, и уложить в какую-то известную конструкцию, мыслительную. – По полочкам разложить. – Ну да, ну то есть, ага, я знаю, что это такое, вот я сейчас эти знания, о которых... Вот попробую ответить ассоциативно. Оказывается, что это важно, опыт взаимодействия показывает, что это важно, иногда не менее важно, чем вот этот структурированный ответ. Так вот, первый образ, который у меня возник, после того, как Елена задала вопрос, это два немолодых возраста человека, она сказала, и у меня, и у него возраст. Со своим багажом я буквально представляю себе эти какие-то чемоданы, ящики, шкафы, которые вот, ну как-то расположены вокруг человека, и вот два этих человека с большим количеством, в том числе сломанных вещей, прикрученных где-то изолентой, может быть, да, держащихся на честном слове, и... – Это метафорично. – Метафорически, да. Только сам человек знает, как с этими вещами обращаться, чтобы они прожили еще долго, потому что он знает, где они сломаны. – Ну да, может быть, какие-то вещи или равно истории, не стоит сразу доставать из этого чемодана. – В общем, да, весь этот багаж, багаж жизненный, который в буквальном смысле является, ну, можно представить, как багаж такой материальный. Вот два человека встречаются, и у каждого есть большое количество этого багажа, в том числе вот именно вот эти, ну, элементы, что ли, опыта, о которых Елена сказала, ну, какие-то болезненные, ну, как у меня есть любимая игрушка, которую, у которой, я не знаю, там, машина, у которой шатается колесо, и я готов с вами поделиться, чтобы вы поиграли, но мне надо как-то предупредить, что у машины колесо сломано, да, чтобы вы были аккуратнее, осторожнее. И вот эти тревоги и опасения, о которых Елена говорит, они, ну, заложены в эту встречу, и вот такой отклик, ну, возник у меня. Мне показалось, что вы хотели сказать. Да, мне интересно, кажется, как будто бы, кажется, все могло бы быть проще. Я понимаю, проще не бывает, и сама по себе знаю, но, тем не менее, два человека встречаются, у них симпатия, которая, возможно, впоследствии перерастет в серьезные чувства, что-то мешает, вот, что, кроме вот этого багажа со сломанными и не сломанными вещами, какими-то своими перипетиями жизненными, что, страх заново испытать эту боль? Лен, я, может быть, парадоксально отвечу. Я сейчас думаю о том, что вот эта мысль мне сейчас пришла в голову, что мешает сама идея, что что-то мешает. Ну, идея о том, что багаж разделен на тот, который проверен и адаптирован, и тот, который, ну, связан с какими-то ранами, травмами, и он мешает. Он не мешает, он мешает, когда мы на него так смотрим. То есть, когда предыдущий, когда предыдущий болезненный опыт воспринимается как мешающий, как неадаптивный, только как мешающий, неадаптивный, конечно, он, ну, как бы, как это сказать, сразу очернен, или сразу вот так вот помечен в новых отношениях. да, ну, слушай, у меня вот тут мои хорошие игрушки, но извини, здесь еще есть ящик вот с какими-то не очень хорошими, то есть, это разделение как будто сразу предлагается партнеру. И есть еще один момент, я так немножко перескочу, Елена озадачилась вопросом, и мне показалось это интересным, как она понимает, задает ли он себе такие вопросы. но и моя фантазия о том, что два человека, по крайней мере, так как Елена это подала, она и он пока озабочены и ну, от этого никуда не деться, это тоже естественный, на мой взгляд, процесс, пока озабочены тем, как их багаж взаимно будет воспринят. То есть, они оглядывают свой скарб вот этот жизненный, да, встретившись друг с другом, пригодится он или не пригодится, не повлияет ли он таким образом, что отношения на корню в самом начале будут разрушены и так далее. Там очень много тревоги, вообще, наверное, любовь, там, не знаю, 40, 50, 60-летних отличается от любви 20-летних. Ну, отличается, там, наверное, уже хочется уже сделать ставку на эти отношения и, может быть, менее тревожно смотреть в будущее, понимая, что рядом с тобой будет человек, на которого ты можешь опереться, который может тебя поддержать и с которым просто хорошо рядом быть. Там и будущее разное у 20-ти, допустим, у 50-летнего человека, ну, так, как оно, по крайней мере, рисуется. Вот, и вот эта озабоченность и, как мне еще услышалась, тревога Елены перед тем, организуются они или не организуются, будут ли они удачными или не совсем. То есть, хочется как будто бы ответить на вопрос, все ли будет хорошо в каком-то там отсроченном, отдаленном будущем. Это возвращает нас к меня, по крайней мере, к той фразе, которую я сказал в начале. По поводу «все хорошо» это зависит не от того, что произойдет, а от того, как я это буду воспринимать, как я сейчас уже это воспринимаю. И мой вам ответ, и Елена, вам ответ мой по поводу того... Очень кратко, Алексей, прямо вот уже к феницу приближаемся. скорее не к тому, травмировающему может быть опыту, а к моему взгляду на этот опыт, который вполне, наверное, можно так или иначе перенести и вмонтировать в эти отношения, скажем так. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо, Елена, что позвонили, нам и предложили такую интересную тему для обсуждения. Спасибо, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин